День номер три. Я уже преодолел где-то третье расстояние от Оленевки до Отлеша, до еду непосредственно к Чашу Любви. Мама пошла на пляж. Честно говоря, час пути я преодолел пешком. Ладно еще мышцы, но после вчерашней велопрогойки, педали сидя, мне крайне дискомфортно. Все-таки велосипедные шорты с памперсом, мне кажется, были придуманы не зря, потому что после вчера у меня реально задница квадратная. То есть я или пешком еду в основном, или стоя. И сегодня прям ветра нет и очень жарко, хотя время от 11 еще нет. Субтитры подогнал «Симон» 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 окунулся вода явно меньше чем 20 градусов температура по крайней мере здесь вот ребят здесь встретил они были не так давно где-то в районе бухчисара это гораздо теплее и вы через некоторые после только несколько раз окупнулся даже на берегу стало сидеть по полу беру велосипед пройдет чуть подальше побережье уже такое более пологое и дальше тоже есть также скальные побережье но где спускаться гораздо проще там и понырять можно и заход вот здесь и залезть может быть проблёк ой всегда у меня с собой есть ластая маска с трубкой но думаю они мне не понадобятся она довольно прохладная и лучше чем минут пять находиться в воде дискомфортно хотя в принципе можно было бы померять мидий набрать здесь вроде как приличное количество и кстати можно если есть горелка и котелок или кастрюлка их можно прямо здесь и приготовить вот эта бухта впереди на карте обозначена как руины рыбоколхоза и еще какие-то в воде ставят строение видимо тоже остатки по карте посмотрел дальше в относительно близости вроде ничего интересного поеду на вдоль берега в сторону маяка и сторону оленевки кстати вот дырка его за чашей в арках в скале тоннель вот он дыра сейчас я видел офигительных ребят но встретил я их немножко раньше на чашей любви два парня и две девушки там немножко пообщались потом они ушли я уехал севернее когда возвращался обратно снова их увидел они тут недалеко разбит лагерь небольшой две палатки машина подъехал к ним попросить компрессор колес немножко не успеть подкачать в итоге и колеса мне накачали и пловом вкуснейшим накормили и вином напоили пантенолом намазали отличные ребята очень гостеприимные веселые а это же из блога сферы проекта которому ни много ни мало уже 20 лет так что тоже ищите подписывайтесь читайте смотрите ну а я еду уже обратно в оленевку не знаю чем займу вторую половину дня но время покажет хотя время уже почти пять часов можно сказать уже вечера такое дело вернулся я в оленевку а пластмут с мамой решили пойти в столовую но я решил сдать велосипед на день раньше то в принципе я уже все объездил ездить только здесь есть по оленевке на нем мы снова обед такой сомнительный время седьмого часа я вообще весь сгорел мне весь глубоко вообще мам сгорел нам сегодня первый раз море скупалась холодно а я решил велосипед вернуть на день раньше чтобы часть денег вернуть как я принципе все объездил но выяснилось что по всей видимости вчера потерял крыло который спортмастер и слову комплект стоит тысячи семьсот рублей мы договорились что пятьсот рублей доплатил а то мы разошлись идем в центр веневки дабы взять вина что-нибудь к вину и пойти домой загорать у меня уже все желание отпало лоб горит шея горит и по поводу каяка завтра горит конечно каяк еще не привезли да и погода обещается быть изменчивой не значит заниматься если обгоревшие кожи позволит на пляже поваляться да и здесь погулять особо ничего интересного для настоящего путешественника и туриста в принципе не важно чей крым российский или украинский приезжайте здесь здорово нам у нас прощаемся на этом увидимся в следующих путешествиях на канале да нога здесь другая там пока путешествуйте чаще украинский приезжайте Продолжение следует...